МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Все самое главное об этой субботе узнаете далее из подробностей". Я Алексей Лихман. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кукловоды тетушек. В ГПУ рассказали, кто вооружал расстрельные бригады антимайдановцев и что им за это светит. Затишье перед бурей. Майдан Кишиневский не кипит, но обещает выпустить пар завтра. После суда хоть потоп. Кто разгромил зал заседаний в Ужгородском апелляционном? Смертельный снегопад. США накрыла невиданная буря. Кто вооружал тетушек во время кровавых событий на Майдане в феврале 14-го? Некоторые детали следствия, которые ГПУ ведет уже два года, сегодня раскрыли журналистам. Утверждают, 20 февраля тетушки получили 408 автоматов и 90 тысяч патронов со складов Министерства внутренних дел. Решение принимало руководство страны и МВД. Оружие вывозилось на нескольких микроавтобусах предприятия, с которым связывают сына экс-президента Виктора Януковича. Тетушки, милиция, беркутовцы и внутренние войска, утверждают в ГПУ, действовали по единому плану. Силовики должны были вытеснять людей с Майдана, а тетушки их рассеивать. Сейчас найдены всего 10 автоматов Калашникова, выданных с милицейского склада. Уже 26 января состоится заседание суда по делу против троих сотрудников складов и одного представителя тетушек, который вывозил это оружие. Он находится под стражей. Не смотря на то, что уже в ранее проливалась кровь, руководство МВС, руководство Украины не остановилося, а после этого решило еще озброить не только работников правоохранных органов, а и тетушек. Все были озброены и ждали соответствующего наказа для его использования. На счастье такой наказ не надеялся. Дни с 18 по 22 февраля 2014 стали самыми кровавыми в истории Украинской революции достоинства. Участников Евромайдана расстреливали снайперы на улицах Институтской и Грушевского, вытесняя из правительственного квартала. Тетушки охраняли подступы к Мариинскому парку. В результате противостояния погибли 82 человека, 71 демонстрант и 11 правоохранителей. 22 февраля Верховная Рада отстранила от исполнения обязанностей президента Янукова, а 23-го он уже сбежал в Россию. И о протестах сегодняшних в соседней Молдове. Как прошел день в Кишиневе, где, напомню, уже несколько дней происходит жесткое противостояние между жителями республики и действующей властью. Об этом репортаж нашего корреспондента Андрея Анастасова. Он находится на месте событий. Сегодня оппозиционеры решили не проводить акции протеста в Кишиневе тихо и спокойно. Активисты экономят силы и мобилизуют резервы на завтра. В воскресенье запланирована самая масштабная за последнее время манифестация. Помимо горожан в столицу Молдовы должны съехаться еще жители сельских районов. Расчет идет именно на массовость. Силовой сценарий демонстранты категорически не приемлют. Извините, нам Майдан не нужен. Нам нужно демократически. Если будут здесь полмиллиона людей, они просто уйдут с этой стороны и будут досрочные выборы. Пока же власти даже не думают выполнять главные требования протестующих. Назначить досрочные выборы в парламент и распустить новоиспеченное правительство. Напомню, оно было сформировано на днях и, как считают оппозиционеры, с грубейшими нарушениями регламента. Сегодня мы спросили у активистов, возможно ли новые столкновения с полицией. Тут трудно сказать. Все можно ожидать. У такой самоотверженности есть объяснение. По твердому убеждению протестующих, практически все ветви власти в Молдове узурпировал один человек. Олигарх Владимир Плохотнюк. И если сейчас дать слабину, то потом будет поздно. Политологи используют формулировку «захваченное государство Молдова». По всей вероятности могут быть массовые аресты, репрессии против протестующих. Протестующих и власти за это ничего не будет, поскольку у нас органы государственной власти контролируемы. Сегодня мы заглянули также в палаточный городок протестующих у здания правительства. На одной стене традиционный молдавский ковер, на другой – флаг Евросоюза. Василий Романеску живет здесь уже 4 месяца, с самого начала активных протестов. Я чувствую, что победа близка. Просто у нас очень сложная ситуация. У нас действительно мафия настолько залезла вглубь этой страны, что очень тяжело их оттуда достать. Но будем бороться до последнего. Как будет развиваться ситуация дальше, покажут ближайшие дни. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности – телеканал «Интер». Молдова. Кишинев. Вышли на улицу и наши западные соседи. Акции протеста прошли сегодня одновременно в 36 городах Польши. Тысячи людей вышли на улицу. Самый большой митинг был в столице – Варшаве. За рубежом небольшие пикеты провели под польскими посольствами Амстердама, Лондона и Стокгольма. Организовал массовые протесты Комитет защиты демократии. Причина – принятые неделю назад поправки к закону о слежке, согласно которым спецслужбы могут получать доступ к личной информации граждан. А при необходимости даже прослушивать людей, просматривать их корреспонденцию, и считывать данные с компьютеров и телефонов без решения суда. Мы не поддерживаем деятельность правящего большинства в отношении свободы. Это не только уничтожение Конституционного суда, но и свободных средств массовой информации. Теперь они пытаются изменить закон о выборах. Налицо все элементы, которые ведут свободную страну, возможно, даже к диктатуре. В Украине против политики Кабмина взбунтовалась самопомич. Уже на следующей неделе окончательно решат, отзывать ли министра аграрной политики Алексея Павленко. Напомню, вчера в партии заявили, что намерены это сделать, поскольку не желают присутствовать в слабом и коррумпированном правительстве. Сам министр утверждает, что его поставили перед фактом. Свою возможную отставку хочет обсудить на заседании фракции. Считает, раз она его назначала, то и вправе снимать. Я не ожидал такого решения, оно было несподимано. Меня проинформировали про решение за час до его появления в прессе. Решение является политическим. Позиция министра ПК не будет причиной развала, скажем, будь то коалиции, будь то затяжной политической кризи. Я не держу свою посаду, но мне также не будет доля нашей аграрной сферы. За отставку правительства, росту с парламента и досрочные выборы в Раду выступает партия простых людей. Такое решение было принято на сегодняшнем съезде партии. По словам лидера, это единственный выход из экономического и политического кризиса, в котором сейчас находится Украина. Ситуация политическая, которая в России склалась, в случае откладывания этого вопроса приведет к неминучшей политической катастрофе. Я вирус в всеукраинский тур, где мы будем мобилизовывать местные Рады и запрошивать их проголосовать решение о связи к премьер-министру Украины с требованием его отставки, к парламенту с требованием перезавантажения. Категорическая нет федерализации и все усилия на децентрализацию. Президент Порошенко уверяет, что в изменениях в Конституцию Украины нет ни слова об особом статусе Донбасса. Об этом заявил на заседании Ассоциации городов Украины. Сегодня на конференции, в которой приняли участие более 200 делегатов. Какие заявления там еще прозвучали, продолжит Ирина Баглай. К концу 2016 года Донбасс должен вернуться в Украину. Президент Порошенко назвал это своей задачей. Принятие же изменений в Конституцию будет проходить на фоне очевидного прогресса Минских соглашений. Петр Порошенко отметил, что голосование состоится на следующей сессии парламента. И заверил, в законодательных изменениях нет ни слова о федерализации или особом статусе областей или городов. Курс на децентрализацию является неизменным. Это один из ключевых пунктов для членства страны в Евросоюзе. Выбор Украины поддерживают и Соединенные Штаты Америки. Именно сейчас время для выполнения того, что было обещано на Майдане. Среди наиболее важных элементов процесса реформ в Украине создание благоприятных условий для децентрализации и развития местного самоуправления. Впрочем, Украине нужно принять еще с полтысячи законов и в их разработке должны участвовать местные власти. Такой призыв Порошенко адресовал мэром, а столичного поздравил с избранием на пост председателя Ассоциации городов Украины. О важности децентрализации в своей речи говорил и сам Виталий Кличко. Наша ассоциация много делает, но еще больше должно сделать для втяжения реального самовредования и децентрализации влады. Все податки и сборы должны остаться в местах. Голосование не обошлось без споров. С голоса один из делегатов предложил на пост главы Ассоциации Андрея Садового. Но первой голосовалась кандидатура Кличко. Его же утвердили ранее на заседании правления Ассоциации. Позже Кличко поддержали и делегаты. Ирина Баглай, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. Выбитые окна, вырванная батарея. Это результат слушания дела о стрельбе на Драгобрате. Заседание длилось почти сутки. Чем оно закончилось для задержанных бойцов правосектора, для судьи и здания суда, расскажет Марина Коваль. Вот так выглядит Закарпатский апелляционный суд после заседания по делу бойцов правосектора. Выбитые окна, сломанные лавочки, оторванная батарея. На ремонт зала заседания нужно минимум две недели. А начиналось все вполне мирно. Вчера утром здесь слушали апелляцию пятерых бойцов правосектора, задержанных на Драгобрате после вооруженной драки с персоналом отеля. Их требование – изменить меру пресечения, отпустить на свободу. К восьми вечера первые решения. Суд удовлетворил жалобы двоих бойцов. Когда же третьего по кличке Педро судья решил оставить под стражей, зал возмутился. Разошелся и нардеп Поросюк. Несмотря на это суд продолжил работу. Четвертого задержанного тоже отпустили на поруки нардепов. И, наконец, около пяти часов утра рассмотрели апелляционную жалобу пятого участника драки на Драгобрате – Василия Малковича по кличке Хорват. Решение суди – оставить под стражей. Активисты блокировали клетку с задержанным, оттеснив полицейскую охрану. Люди сказали, что мы никуда не пойдем, остаемся в зале суда. Будем доти, пока не будет какого-то правильного решения. В ход пошел слезоточивый газ. По версии активистов, его применили полицейские. В полиции говорят, баллончик использовали против них. В итоге полицейским и активистам удалось договориться. Активисты разблокировали клетку с Хорватом и подпустили конвой. Задержанных бойцов, которых суд оставил под стражей, полицейские увезли в больницу. И сегодня же, по факту ночных событий в суде, прокуратура открыла уголовное производство. Будут расследовать факты хулиганства со стороны народного депутата и его соратников. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород. 14 нелегалов задержали закарпатские пограничники на украинско-венгерской границе. Все граждане Афганистана направлялись в страны Западной Европы. Границы приехали на двух микроавтобусах и легковом автомобиле. Нелегально попасть в Венгрию пытались ночью. Пограничники их обнаружили с помощью тепловизоров. Ответить за мигрантов требуют в Германии от Ангела Меркель в суде. Кто осмелился выступить против канцлера и какое будущее ждет Шенген, расскажет Оксана Кундеренко. Шесть адвокатов против одной фрау-канцлерин. В федеральном конституционном суде Германии будут рассматривать иск против Ангела Меркель. От нее требуют отменить решение открыть границы для беженцев. Юристы твердо уверены, глава правительства нарушила конституцию и ряд законов. В частности, дублинские соглашения, согласно которым мигранты не имеют права выбирать страну, предоставляющую убежище. Со стороны ЕС мы выделим 3 миллиарда евро Турции на проекты, связанные с мигрантами и улучшением их условий. Турция уже делает первые шаги, а скоро к работе присоединится пограничная полиция Фронтекс. И это вчерашнее решение Меркель вызвало бурную реакцию. Его уже блокирует Италия, которая против того, чтобы деньгами в кризис разбрасываться. А тут еще и Австрия сполошилась. Пригрозила исключить из Шенгена Грецию, которая не в состоянии охранять внешние рубежи ЕС. Мигранты хлынут потоками. Это фактически крик Австрии о помощи к Европе. Ведь ясно, что ни Австрия, ни Швеция, ни Германия в одиночку с кризисом не справятся. Нам нужно лучше контролировать внешние границы Евросоюза. Именно об этом будут говорить в понедельник на неформальной встрече министры внутренних дел ЕС. Они хотят продлить усиленный пограничный контроль до конца года. Пока формально это возможно только до мая. Шенген трещит по швам. И уберечь его любой ценой сейчас задача номер один. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. В Чехии скончался политик Милослав Рансдорф. Он представлял в Европарламенте коммунистическую партию. Открыто поддерживал действия боевиков на востоке Украины и посещал аннексированный Крым. По данным местных СМИ, Рансдорф скончался от инсульта. Было ему 62. В последние годы политик страдал от диабета и сердечных заболеваний. Незадолго до смерти его привезли в больницу без сознания. В Европе одиозный чех запомнился несколькими скандалами. В начале декабря его задержали в Цюрихе при попытке снять 350 миллионов евро по фальшивым документам. Один раз он ударил журналиста. В Черновицкой области от пневмонии умерла супружеская пара. По предварительной информации, мужчина и женщина несколько дней лечились дома и не обращались к врачу. В райбольницу их привезли в очень тяжелом состоянии. Медики не смогли спасти их жизни. Врачи подозревают, причиной смерти могли стать осложнения так называемого свиного гриппа. Впрочем, это еще предстоит подтвердить лабораторно. У пары остались трое малолетних детей. Их пятилетняя дочь сейчас также находится в больнице. Родичи вернулись вчера в Сокирянскую лекарню. Вчера приведена до нас. На данный час стан средней важности. Оставили грипп, бронхит. На данный час мы имеем информацию о 13 случаев смерти от пневмонии. Но на этот период мы под повышенную увагу беремо все безвинятки пневмонии. И уже за результатами лабораторных исследований имеем информацию о случаев смерти, которые связаны с гриппом. Снега по колено и это не фигура речи. На восточном побережье США обрушилась стихия. Не работают аэропорты, общественный транспорт. А в столице США, Вашингтоне, коллапс. Обо всем подробнее наш собственный корреспондент в Америке Тихан Зяткор. Жизнь на восточном побережье США остановилась. И это только первый день снежной бури, которую уже называют самой сильной за последние сто лет. И которая, по прогнозам, продлится минимум до завтрашнего вечера. В Вашингтоне до понедельника не работает общественный транспорт. На улицах в буквальном смысле не души. Лишь изредка можно встретить машины смельчаков, которые рискнули выехать в город. Большинство же заранее запаслись продуктами. Уже в четверг полки многих магазинов были пусты. Все улицы и даже крупные трассы засыпаны снегом. Коммунальные службы не справляются со снегопадом, а в некоторых районах и не пытаются это сделать. Стихия обрушилась на все восточное побережье. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в 11 штатах. В частности, речь идет о Мэриленде и Вирджинии. Закрытые аэропорты, отменены более 7 тысяч рейсов. Не обошлось без жертв. Погибли как минимум 10 человек. Виной тому дорожно-транспортные происшествия, количество которых резко возросло. Для борьбы со стихией власти мобилизуют национальную гвардию. Отличительная черта подобных штормов в США. Синоптики четко прогнозируют их начало и конец. И в этот раз стихия сработала как часы. Сильный снег, как и предупреждали, в Вашингтоне пошел накануне в час дня. Предполагается, все прекратится к вечеру завтрашнего дня. В понедельник уже ожидается солнце и плюс два. Снег растает, а власти будут подсчитывать ущерб, который может составить миллионы долларов. Тихон Зитко, Никита Исайко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Пять человек погибли в результате перестрелки в канадском городе Лалош. Еще двое находятся в критическом состоянии. Огонь открыл скольник. Как сообщают местные СМИ, подросток начал стрелять еще дома. Там убил двух своих братьев. Затем отправился в школу. По свидетельствам очевидцев из здания, где учатся 900 человек, они слышали по меньшей мере 6-7 выстрелов. Одной из жертв стрелка стала дочь исполняющего обязанности мэра. Полиция уже задержала подростка. Премьер-министр Канады собрал по этому поводу экстренную пресс-конференцию. Очевидно, что это худший кошмар для каждого из родителей. Мы все скорбим вместе с жителями Лалоша в этот страшный и трагический день. Необычный теракт в Израиле. Арабская девочка пыталась напасть на вооруженного охранника, чтобы покончить с собой. Рассказывает Сергей Ауслендер. Нападавшую звали Аида Абу Аид из арабского поселения Аната, которое находится в Самарии. Арабские источники сообщают, что теракт она решила провести спонтанно. Она накануне сильно поссорилась с родителями, схватила нож и с криками «Я хочу умереть» убежала из дома. Позже выяснилось, что она направилась в ближайшее еврейское поселение Анатод. И там прямо на въезде попыталась напасть на охранника, после чего сразу же была убита. Оказалось, что родители искали дочь, пытались вернуть ее домой и даже направились в Анатод. Но к тому моменту, как они прибыли к КПП, Аиду уже застрелили. Отца девушки сейчас допрашивает полиция. Тем временем, израильские власти эвакуировали из арабской части Хеврона несколько семей еврейских поселенцев. После того, как они купили у арабских жителей города дом и попытались туда переселиться. Но Министерство обороны Израиля признало эту сделку незаконной. После многих лет отсутствия евреев здесь, в Хевроне мы возобновили наше поселение. Мы законно купили этот дом. Несколько месяцев жили под постоянной угрозой расправы. И как только волна насилия пошла на убыль, наш собственный министр обороны запретил нам тут жить. Эта история повторяется снова и снова. Еврейские поселенцы покупают у арабов землю и дома. Именно в арабской части палестинской автономии собираются там жить. Но израильские власти, как правило, признают эти сделки незаконными. Пытаются вернуть недвижимость ее прежним владельцам, а новых выселить делается. Это, естественно, под предлогом обеспечения безопасности евреев. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер. Израиль. Турцию снова обстреляли со стороны Сирии. Ракета попала в жилой дом на юго-востоке провинции Килис. Два человека получили ранение. По данным военных, стреляли из города Азас, находящегося под контролем группировки «Исламское государство». Ранее на этой неделе ракета боевиков попала в школу в Килисе. Тогда погибла сотрудница заведения, а одна ученица получила ранение. Турция нанесла ответный удар по позициям исламистов. На Мариупольском направлении боевики обстреляли наших военных из гаубиц. Такие орудия должны были убрать с линии разграничения даже не в прошлую волну отвода вооружений, а еще в позапрошлую. Так почему у боевиков крупные калибры снова возвращаются на передовую? В материале Александра Пантелеймонова. Старагнатовка уже давно одна из самых горячих точек на карте АТО. Ее постоянно обстреливают то из стрелкового оружия, то из минометов. Вот вчера обстреляли из ствольной артиллерии. Сейчас вы видите воронку в полтора метра высоты. Это результат вчерашнего вечернего обстрела. Обстрел ввелся с 2С1 Гвоздика. Калибр 122 мм, который заборонен Минскими договорами. Вот такие подарки периодично вечером в ночи прилетают с этой стороны. Такие обстрелы это скорее не тактический ход, а демонстрация полного пренебрежения всякими договоренностями. Боевики показывают, что тяжелая техника у них близко и подводят у нее к линии разграничения в любой удобный для них момент. Таких разрывов зафиксировано порядка 30. То есть вдоль всей линии позиций было обстреляно прицельно. Видимо подвели непосредственно на расстояние до 6-5 км отсюда и нанесли массированный артиллерийский удар. Впрочем, демонстративность обстрела вовсе не означает безопасность. Наши военные уже достаточно опытные, чтобы переживать такие обстрелы практически без потерь. Но угроза для жизни сохраняется постоянно. Для этого небольшой. Это небольшой метров 300-200 радиус поражения. Осколки летали хорошие. Теперь после обстрела из Гаубиц можно с уверенностью говорить об отводе вооружения. Боевики больше не беспокоятся. Наоборот, большие калибры вновь используют как средство давления. Причем скорее не на военных, а на дипломатов. Дескать, не пойдете на уступки, так пушки рядом. А военные к такому опасному соседству уже давно привыкли. Александр Пантелеймонов, Максим Чеплин и Александр Ковтун. Подробности. Телеканал Интер. В Полтаве 200 бойцов АТО сегодня утром заблокировали выезды из автовокзала, а затем перекрыли трассу Харьков-Киев. Таким способом требовали своего законного права на льготный проезд. Во время акции военные пропускали только машины с детьми или теми, кто опаздывал в аэропорт. Впрочем, через 15 минут проезд открыли. Свой протест бойцы назвали предупредительным. И если их требования не будут выполнены, выйдут на трассу снова. А в Черкасах прокуратура подозревает областных чиновников в хищении денег, предназначенных для покупки квартир семьям погибших бойцов АТО. По информации правоохранителей, один из департаментов обл. администрации уже закупил 16 социальных квартир по ценам намного выше рыночных. Также был выявлен факт, что некоторым семьям пришлось доплачивать за государственные квартиры. О каких суммах идет речь, кто стоит за махинациями, мы готовим собственное расследование. Не пропустите в подробностях уже в понедельник. Автор военного романа «Аэропорт» Сергей Лойко отказался подписывать контракт с Голливудом. Крупнейшие американские кинокомпании предложили писателю выкупить права на истории героев обороны Донецкого аэропорта. По словам Лойко, если бы он заключил сделку, то голливудские сценаристы могли бы попросту исказить события, описанные в его романе. Я не против пары сотен тысяч долларов, но и Олимпич кончится, а позор останется, если под моим именем снимет какой-нибудь тук-тук. Мне тогда до конца дней будет стыдно перед ребятами, которые положили свои жизни на этой войне. Не считай через мой поступок неким покаянием за эту войну, за эти снегки, разрушения. Ну а в эти дни об украинских героях узнает Европа. В Париже проходят сразу два культурных проекта. Их организатор – новая Таше по культуре Ирена Карпа. На этой должности она менее двух месяцев, но уже успела немало. В Париже с ней пообщалась София Гордиенко. В ее парижской квартире в районе Монпарнас книг больше, чем вещей. Это подарки в дорогу от друзей-издателей. Задача максимум культурного дипломата – перевести лучшие произведения на французский. Правда, пока проще с художниками. Для них перевод не требуется. Своего часа, то есть выставок, ждут вот эти картины в углу гостиной. Я просто очень хочу, чтобы наши топовые, интересные самобутные авторы выставлялись в хороших местах. Кадников, видите, он вообще очень интересен тем, что он есть в Крыму, он продолжает жить. Об искусстве вообще Карп поговорит с большим интересом, чем об интерьере. Довольно аскетично, на самом деле. Я одновременно шукала помешки из минимума меблев. И привезла с собой какие-то любые вещи. Например, лампы украинского дизайнера. Листочек тоже, под которым будут сидеть книжки, которые все еще в этапе распакования. И вот это моя просто улюблена картина, которую мне подарил коханый. Это графика Макова. Писатели в Украине выглядело по-европейски. На улицах Парижа столь же органично. И не только на улицах. В фестивале, выставке, презентации, дискуссии. Со свободным французским связи и здесь налаживаются быстро. На совсем не гламурную выставку Александра Гляделова пришла Йо-Йо Маг. Потомственный галерист, внучка знаменитого литографа, коллекционера и основателя галереи модерного искусства. Который дружил с Пикассо и Шагалом. Я не видела раньше работ этого фотографа. Считаю, очень нелегко работать в таком жанре. Ведь не только фото должны быть красивыми, но и сюжет впечатляющим. Для меня это большое открытие. А для человека, открывшего галеристки украинцев, это успех. Людина, яка, власне, тут, вот, с Пикассо, яку назвал сам Привер, знаешь. Мне очень важно, чтобы она видела каких-то новых украинских авторов. Я уже привела друга своего из Канады, который купил первую работу. Это очень классно. Я уже, вважаю, что он с ним инвестировал в украинскую культуру. Правда, не менее важно, что показывать. Александр Гляделов – фотограф-документарист с мировым именем. Один из участников проекта «Докудайс Юэй». По сюжету каждого его снимка можно написать роман. Главная идея – показать и рассказать миру вот об этих парнях, многие из которых никогда не вернулись домой. Я документальный фотограф. Украинское искусство, особенно современное и талантливое, в Париже примут всегда. Как в свое время здесь приняли Шагала, Соню Делана и Малевича. Только надо знать, кому и кого показать. У Ирэны Карпы, похоже, это получается. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности телеканал «Интер» из Парижа. Как потерять 33 миллиона в стиральной машине? О самом черном дне британской домохозяйки и другие интересные истории этого дня узнаете из нашего международного обзора. В турецком порту сгорела супер-яхта за 6 миллионов долларов. Пожар вспыхнул во время дождя, при этом пострадал капитан судна. У него диагностировали ожоги дыхательных путей. О причинах возгорания ничего не известно, как и о владельце 29-метровой яхты «Королева Анна». По данным СМИ, она принадлежала некоему российскому бизнесмену. 130 миллионов фунтов заплатит Гугл в казну Великобритании. Компенсировать невыплаченные налоги американская компания согласилась после проверки ее бухгалтерии. Как утверждают налоговики, корпорация скрывала реальные прибыли благодаря своим структурам на Бермудах. Кроме того, ее европейская штаб-квартира в Ирландии. А там корпоративный налог ниже, чем в Великобритании. Этот случай может стать прецедентом для других стран, которые обвиняют Гугл в уходе от налогов. Интим по плану. В Великобритании суд обязал мужчину, которого оправдали по обвинению в изнасиловании, за сутки сообщать полиции о своих планах пойти на свидание с женщиной. В прошлом году 40-летнему британцу удалось доказать в суде, что его обвинительница сама дала согласие на связь. Теперь же, прежде чем пойти на свидание, мужчина обязан указать полиции имя, адрес и дату рождения избранницы. Иначе ему грозит до 5 лет тюрьмы. Капризная удача. Британка выстирала джинсы с выигрышным лотерейным билетом. Проверить цифры женщина решила после того, как организаторы национальной лотереи начали искать счастливщика, который не пришел за половину от выигрыша в 66 миллионов фунтов. В выстиранных брюках она нашла билет со всеми цифрами. Но забрать свои 33 миллиона женщина не может. Дата покупки билета смылась водой. Вторую половину суммы забрала семейная пара из Шотландии. Загадочная находка. На севере Перу археологи раскопали останки шести женщин, которых принесли в жертву около тысячи лет назад. На месте древнего храма исследователи обнаружили застывшие в неестественных позах скелеты молодых девушек и керамическую посуду, которую в древности могли использовать во время церемонии жертвоприношения. Раскопки продолжаются. Археологи подозревают, что в этом месте покоятся останки и других жертв. Старушка Минни Маус блеснула на красной дорожке. В Лос-Анджелесе прошла однодневная выставка, посвященная стилю мультяшного персонажа. Костюм для героини вечера специально шил молодой, но уже именитый американский дизайнер Кристиан Сириано. Минни-подружка Микки Мауса впервые появилась на экране в 1928 году и стала неотъемлемой частью американской культуры. После праздников в эфир возвращаются подробности недели. И уже завтра в 20.00 Дмитрий Ановченко готов поговорить с вами на следующие темы. Подробности недели. События, люди, явления. Примут, не примут, отложат, поругаются. Парламентские гадания на Конституции. Первое, все скажи, что за ценой хватит. Быть или не быть, судьбу главного закона страны обсудим в прямом эфире. 7 миллиардов для Украины, о чем еще договорились в Давосе. И чем обеспокоены западные политики. Грипп свиной, он страшный самый. Страна на карантине. В столице введен масочный режим. А школы закрыты до особых распоряжений. Эпидемия или корыстный заговор фармацевтов. Кому выгодна истерия вокруг H1N1? Грамму было 90 гривен. Как стакан бензина в США дешевле стакана воды стал? И кто продолжает качать нефтедоллары из наших карманов? 3-4 гривны – это коррупционная составляющая каждого литра бензина в Украине. Какова реальная стоимость литра топлива для народа? Все, чем запомнилась эта неделя и даже то, что случится на следующей, в подробностях недели. Восемь вечера. В это воскресенье. А уже в понедельник в 20.00 в студии подробностей вас будет ждать моя коллега Наталья Белышева. Я прощаюсь с вами на неделю. Обязательно увидимся. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok